«Американский суд присяжных во вторник признал бывшего президента Боливии Гонсало Санчеса де Лосадо и эксминистра обороны в его правительстве виновными в гибели гражданских лиц. Человеческим жертвам привели уличные протесты в Боливии в 2003 году. Согласно решению суда, семьям необходимо выплатить компенсацию общим размером 10 миллионов долларов. Гражданский иск ещё 10 лет тому назад подали 8 боливийских семей, чьи родственники погибли во время беспорядков. Дело попало в федеральный суд города Форт-Лодердейл в штате Флорида. ИСЦ обвинили бывших лидеров Боливии в том, что они отдали приказы военным подавлять протесты насильственными методами. В то время люди вышли на улицы против планов правительства экспортировать природный газ по слишком низкой цене и делать это через Чили, страну, вовлечённую в территориальный спор с Боливией. «Санчес де лосада и Санчес Берсаин просто нарушители прав человека, которые убивали свой народ ради экономических выгод». Адвокаты обвиняемых сказали, что бывшие политики будут подавать апелляцию. Они утверждают, что протестующие также были вооружены и что сложно сказать, кто виновен в смертях. В ходе тех протестов погибло более 60 человек, сотни были ранены. Санчес де лосада, горнодобывающий магнат, получивший образование в США, и министр обороны Карлос Санчес Берсаин подали в отставку в октябре 2003 года. Оба в настоящее время проживают в Соединённых Штатах. «Мы очень рады. Мы надеемся, что приговор не изменят». Протесты в Боливии помогли прийти к власти Эва Моралесу, который придерживается левых политических взглядов. В 2006 году, заняв президентское кресло, он выполнил требования протестующих и национализировал газовую индустрию. Правительство Боливии неоднократно хотело экстрадировать лосаду. Суд в США состоялся потому, что американское законодательство позволяет рассматривать некоторые международные дела, которые затрагивают нарушения прав человека.